Вы знаете, вот эти слова Кирби, вот это, да, что они должны проиграть эту войну, то есть Россия, настолько жирный печать поставил на все мои суждения, которые я до сих пор говорил. Когда я говорил, что нам не надо было простить американцам любая их агрессия. Когда мы сказали в Ираке в 2013 году, мы не хотим поражения американцев, а они нашу хотят. Когда мы проявляем какую-то свою, как бы, приверженность или свою, как бы, великодушие, они нам в душу плюют, и вот так, каждый раз, куда Россия хотела что-то делать, они сделали все, чтобы мы проиграли. И каждая локальная война, Сирия, это, значит, Либия, Ирак, они считали не поражение этих стран, а поражение России. Нагорный Карабах, армяне проиграли этому террористическому интернационалу, все посчитали, что это поражение России, а не армян. Потому что после этого я сказал, если они проиграли это, следующий будет Донбасс. Два года, 2020 года, начали вооружать турки, и озера начали вооружать Киев, Байрактарами. И сказали, ребята, 50 Байрактара вам достаточно, и вы за две недели возьмете Донбасс. Нам-то это удалось, пожалуйста. Там тоже подписали с Карабахом неприменение силы, но нарушили, значит, можно. Там примели террористов, и тут можно. Понимаете, вся эта система, террористический интернационал, который опробировано везде, Сирия, Ирак, Ливия, Карабах, а сейчас плавно перешла вся эта система, калька, как калька легла на Украину. Поэтому я считаю, что Россия должна, понимаете, очень серьезно относиться к себе и к своим союзникам. Любое поражение своего союзника, это считаться будет его поражением. Поэтому наши... Подождите, вот смотрите, как они действуют. Вся Европа, вся Европа теперь вооружает одну маленькую Украину.